Здравствуйте! Вы смотрите программу «Учись вместе с нами». Я ведущая Фен Сяо Цзи. В первом полугодии 2012 года состоялся первый всероссийский студенческий конкурс «Мост китайского языка». Конкурс был организован при поддержке Государственной концентрации по делам распространения китайского языка за рубежом, Московского государственного лингвистического университета и посольства КНРФ России. «Мост китайского языка» является значимым проектом в сфере образования, коридоров и студенческих обменов между двумя странами. В сегодняшнем выпуске мы покажем вам лучшие фрагменты конкурса. «Мост китайские фрагменты конкурса. Если вы говорите, то вы ответите на произведение, и должны с вас assaultить на раненых тестах. Я предупреждена, что по сравнению в том, что учебник обучал в жизни. Сначала учебник обучается уверенность обучения. Дальше, в том числе и в том, что учебник придется подучать много доказательств. и мы можем понять, что мы можем понять. Но учителя все молодцы, они не хотят очень трудно подготовить к учебе. Они хотят вместе с друзьями. Поэтому я думаю, что все учителя не любят учебе. Я думаю, что учителя нет людей. Моя идея, что учителя очень активно, очень трудно учиться. В учебе, каждый день готовить учебу. Возвращение учителя очень privileged. Лучше в façonнем смотреть, я думаю, что учителя обучение. Наши учителя из-за препарата, учителя правильно. Вы читали, что учителя очень сложно. В случае, я думаю, что учителяijnamente как экскурс等 почителя это сложно. Я всегда все могу спитаться. Но я считаю, что это не так, что делать, не так. И я должен хорошо работать, поэтому я не готова. Сейчас, в школе, я очень緊張. Маша, не беспокоит. У нас в жизни, это наш важный момент. Если мы в школе получили 2-х, 教授 обязательно мы再 участвовать. Но жизнь, это только для нас, Итак, это был фрагмент конкурса «Мост китайского языка». У конкурсантов, по-моему, неплохой уровень китайского. Одна из участниц сказала, «У нас нет времени для развлечения, часто зубрим до поздней ночи». «У нас нет времени для развлечения, часто зубрим до поздней ночи». Сложенные вместе эти три слова образуют выражения, означающие «работать до поздней ночи», «проводить ночь за работой». Перед экзаменами все китайские студенты обязательно «кай е чё». КАУШИ ЭКЗАМЕН КАУШИ ФУСИ ПОВТОРЯТЬ КАУШИ КАУШИ РАБОТАЧИТА ГРУБОКОЙ НОЧИ КАУШИ 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 ФЕНШУ ОТМЕТКА ОТМЕТКА ОТСИНКА ПАУ ФЕНШУ Хочу обратить ваше внимание еще на кое-какие интересные слова. ЧАУШИ ЧАУШИ СПИСЫВАТЬ ЧАУШИ БУЯУ ЧАУШИ НЕ НАДА СПИСЫВАТЬ БУЯУ ЧАУШИ ЦОБИ ПРИЗВАЦЯ ШПАРГОКОЙ ЦОБИ Например, ЧАУШИ ЧАУШИ ЦОБИ КАКОЙ ПОЗОР ОН ПОЛИЗВАЛСЯ ШПАРГОКОЙ НА КИЗАМНИЕ ЧАУШИ 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 Прилагательное ЧАУШИ Используется для описания человека хитрого, прудоватого. Иногда допускается употребление этого слова в шутливой форме, между друзьями. НИ ЗЕГАЧЯХОХНЮЩА ХНЮЮХА ДАВАЙДЕЕШЬ ЛАСПАСМОТРИМ ВИСТУПЛЕНИЯ КОНГРУСАНТАВ Музыка 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 Музыка